Российско-Украинская Международная комиссия и план взаимодействия между Министерством и Матронных дел Российской Федерации и Министерством и Матронных дел Украины на 2013 год. Продолжение следует... И специальный представитель ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брахими. Этот формат был предложен самим господином Брахими. Он исходит из того, что в этом формате можно нащупать конкретные пути, которые привели бы к формированию консенсуса о путях реализации Женевского коммунике, группы действий от 30 июня этого года. Мы к этому готовы при понимании, что речь идет и должна идти ровно об этом, что это коммунике должно реализовываться без каких-либо предварительных условий. Пока такого согласия в кругу всех участников этого процесса, как сирийских сторон, так и внешних игроков, такого согласия не просматривается. И наши партнеры убеждены, что необходимо в качестве предварительного условия устранить президента Башара Асада из политического процесса. Это уже предварительные условия, которые не содержатся в Женевском коммунике и которые невозможно реализовать, потому что это ни от кого не зависит. Президент Асад выдвинул инициативы, которые направлены на то, чтобы пригласить всех оппозиционеров к диалогу. Да, эти инициативы, наверное, недостаточно далеко идущие, наверное, они кому-то покажутся несерьезными, но это предложение. И я бы на месте оппозиции выдвинул свои встречные идеи о том, как наладить диалог. Потому что когда мы, а мы общаемся со всеми оппозиционными группами, когда мы от них слышим заявление о том, что они уже приняли решение воевать до победного конца, но о каком тогда выполнении Женевского коммунике идет речь? В нем говорится о том, что все внешние игроки должны побуждать все сирийские стороны к тому, чтобы они прекратили кровопролитие и сели за стол переговоров, назначив соответствующие делегации и от правительства, и от оппозиции. Вот и все, там других никаких условий не содержится. И уже между этими делегациями должен быть достигнут консенсус относительно параметров содержания и сроков переходного периода. Периодов, в течение которого будут подготовлены новые всеобщие выборы в Сирии. По-моему, это справедливый и честный подход, если, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы спасти как можно больше жизней простых сирийцев, которые гибнут ежедневно от продолжающегося кровопролития. А если ставить в угловую угла в качестве предварительного условия устранения президента Сирии, то, я уже об этом говорил, ценой такого подхода будут новые и новые жертвы. И те, кто этот подход поддерживает, должны за это нести ответственность. Нас объединяет понимание того, что кризис становится слишком угрожающим не только для Сирии, но и для всего региона. Нас объединяет понимание того, что в этой ситуации, пожалуй, единственные, кто выигрывает, это радикалы, экстремисты, связанные в том числе с террористическими группами типа Аль-Каиды. И вот этот анализ у нас общий. Но выход из этой ситуации, мы убеждены, должен быть основан на Женевском коммунике, повторю еще раз, без каких-либо предварительных условий, потому что предварительные условия сделают невозможным начало диалога. Нужно заставить всех, включая оппозицию, которая пока категорически отказывается от диалога, заставить всех все-таки сесть за стол в переговорах.